Квартиры студии, предоставленные детям-сиротам, расположены на четвертом этаже кирпичной новостройки. В них есть все необходимые удобства. Центральное отопление, водоснабжение, канализация, ванна, электроснабжение, установлена электрическая плита. Планировка нестандартная. Есть второй этаж, где размещена спальная зона, а также прихожая, совмещенный с санитарный узел, комната и кухня-ниша. Вручая ключи, глава Одинцовского района поздравил ребят с одним из важнейших событий в их жизни и пожелал успешного будущего. Андрей Иванов подарил молодым людям памятные сувениры с символикой Одинцова, разработанной известным художником Дмитрием Левочкиным. В помещениях выполнена улучшенная социальная отделка, включающая в себя установку стеклопакетов, замену входной двери на металлическую. В комнатах на пол постелен ламинат, в прихожей и ванной комнате плитка. Домофоны будут подключены в каждой квартире после заселения. Кроме того, за счет администрации Одинцовского района была закуплена бытовая техника – холодильник, телевизор, стиральная машина-автомат, печь и свече, утюг, электрический чайник. Дополнительно приобретены постельные принадлежности и набор посуды. Какая-то радость появилась. Получил всю эту квартиру, прописку сейчас уже. Спокойствие. Очень счастлив сегодня, потому что сегодня я сделал еще один шаг во взрослую жизнь, то есть получил свое жилье, свою квартиру. Также все помещения оборудованы новой современной мебелью. В каждой квартире имеются кровать, диван, шкаф, вешалка для одежды, тумбы для обуви, стол, стулья, кухонный гарнитур, мойка, навесные шкафы, две тумбы со столешницей, на окне карниз и шторы. Мы в этом году уже вручили три квартиры нашим детишкам-сиротам и детям, которые остаются без попечительства родителей. Сегодня мы вручали еще семь квартир нашим детям, которые в этом нуждаются. Квартиры с муниципальным ремонтом. Это наша особенность в Одинцовском районе. Мы покупаем квартиры и проводим качественный муниципальный ремонт, для того, чтобы дети могли сразу заезжать в свои квартиры, не задумываясь о том, за какие деньги, какие средства, какими силами приводить квартиру в жилое состояние. Мы сегодня пообщались с детьми, у многих из них планы по дальнейшему обучению, по тому, как они будут обустраивать свой быт, как будут жить здесь в Одинцовском районе, работать. Я надеюсь, что все они останутся здесь, в этих квартирах. Это будет уютный дом, в котором появятся семьи, дети. До конца 2015 года планируется закончить благоустройство, прилегающее к жилому комплексу территории, в том числе построить детские площадки, огороженный теннисный корт, спортивный стадион и другие места отдыха. Продолжение следует...